Привет, друзья! Ветер свищет, погода чуть теплее, и мы уже возле оперного театра. Ой, сейчас перейдем, чтобы машинка тут нас случайно не переехала. Ох, какой ветруган просто! Не знаю, будет ли меня слышно, ветер просто сносит. Что-то началось непонятное, да? Не знаю, сказали, дождя не будет. Но мы уже так в дождь попали достаточно. Не знаю, хочу обойти его еще с передней стороны, сфотать. Там красивый фонтанчик, нельзя. Идем, обойдем с той стороны. Там наш отель находится буквально в двух минутах ходьбы. Вот, выходим уже на площадь. Фонтанчик, это я помню, это было еще лет 10 назад. В смысле, я это видела, когда мы сюда приезжали, и в футбол здесь играли, и к тете своей я приезжала. Хочу вас просто показать действительно красоту фасад этого супер здания, красивого театра. Еще здесь все здания, наверное, такие красивые в центре. Ну, а теперь насладимся. Даже не знаю, захвачу ли я весь. Вот это красота. Ой, а что там за скульптура какая? С левой стороны. Тут смотреть, а не пересмотреть всех скульптур, честно. Просто нужно увеличивать, рассматривать. Это очень красиво все. Вон, скульптура есть замотанная от осколков, да. Я думаю, реставрация. А, может, и реставрация, да. Вон, посмотри, какой мысок и легкий. Да, давай заглянем. Можно подмолчь молодому человеку подтолкнуть что-то. Красиво как. Сейчас, наверное, встану в такой же позе, сфоткаюсь. Будет интересно. Так, ну, давайте посмотрим, что это. Ой, такие очки прикольные, кстати. Мистер Арбитриум. Это колосс Могутня на Фирнер Фирнер. Переводите или что? Или читайте? Это колосс, как есть колоссы Мемнона, которые держатся в Египте. Скульптуры есть. Как вы на пирамиды, когда идете, кто знал. Вот. Та воля человека. Могутня. Класс. Прикольно вообще. И просто его образ, подобный украинскому народу, где они романтические времена войны. Она способна выстоять, не останавливаясь на тяжелейшую минуту и отбросить врага своей железной волей. Своей железной волей. Красота. Еще с боковой стороны сейчас покажу. Немножко солнца в глаза. Большой театр, красивый. Достойное творение. Ну что, наши друзья, вот мы поднимались, поднимаясь, где-то от отеля 20 минут возле шикарного музея Алекса Новаковского. Так, сейчас показываю. Уже почти вот дошли. Видно уже. Сквозь зной и ветер. Непонятно погода, оденься, разденься. Уже почти дошли до собора Святого Юры. Вот в таком красивом месте он. Парк Зерин находится. Сейчас попробуем вам его показать. Свято-Юрский пагор. Вот. Ой. Снова ветер правит нашими прическами. Так что идем вперед. Показали вам уже оперный театр. Немножко нашего пути. В общем, много красивых зданий было. Но просто во Львове вот так вот. Голова вертится вот так вот. Туда-назад, туда-назад, туда-назад. Сейчас уже покажем вам собор Святого Юры. Надеюсь, нас слышно. Ветер капец. Запыхали строжки. Уже осталось чуть-чуть подняться. Ступеньки хорошо сделаны, не булыжники. И сам собор красивый. Надеемся, что все покажем еще и внутри. Так, ну что, идемте вперед. Снова, смотрите, скульптуры закутаны. Памятник, наверное, митрополиту Шептицкому. Да, кстати, собор известен, что здесь похоронен митрополит Андрей Шептицкий. И это главная греко-карлижеская церковь. Храм, да. Да, во Львове. А вот это фультурация Георгий, да? На верху. Да, я думаю, что это Георгий. Это вот Иоанн Пензель, да? Пензель или как? Фамилия. Да. Помнишь, мы смотрели? Это скульптор Иоанн Пензель. Да, во Львове есть музей недооцененный. Его называют украинским Микеланджело. Очень много его скульптур. Очень. И вот достаивали, чтобы эту скульптуру сняли, поставили куда-то в музей. Ну, закрыто. Да, поставили копию. Ага. Потому что она очень красивая и, конечно, подвержена разрушению. Так. Слушайтесь. Ход очень красивый тоже. Да, мы разрушились. Да. Конечно. Может, очень. Ну, пить я точно. Ты была? Я не помню. Честно не скажу. Очень много где была во Львове. Вообще, я во Львове была раз 12-15. Вот. И, наверное, мне кажется, я здесь была. Но, конечно же, ничего не запомнила. Так. Прошли уже мы арку. Вот такая красота. Сейчас хочу немножко отойти, снять вам полностью собор. Красивый, как он есть. Вот. И, конечно же, памятник. Монумент, точнее. Очень красивый. Георгий Победоносцев. Ой, жалко за Победоносцев. Погода, конечно, шесть. Нет, хорош. Так, ну что, идем. Зайдем внутрь. Давай попробуем. Что? Друзья наши, попробуем зайти. Зайти в собор. Не знаю, вам хоть видно что-то. Очень. Я пошла вперед уже. Я пока своим коленом поднимусь. Ой, класс. Ну, ступеньки видно, что отреставрированы. Это, понятное дело, не старина-давнина. Так, вход. Туда показывают. Вот еще раз. Обечественное здание. Надеюсь, меня слышно. Мы уже вышли, смотри, какой красавчик здесь сидит. Меня реально слышит. Такого красавчика, которого снова Наташа заметила. Я не могу не сняли. Можно даже подойти. Подойду к тебе. Ты Мейн-кун, наверное. Ты, наверное, Мейн-кун. Ты красавчик. Привет. Боже, какое красивое создание. Привет. Ну все, охраняй, охраняй. Да, кто-то идет. Вообще красота. Да, вот видимо вход туда. Не знаю. Сейчас посмотрим. Ох, красотенькая. Ну давайте перестроимся за людьми и не будем шуметь. Хорош. Хорош. сейчас покажу вам основную площадь там находится туда по-моему зайти нельзя сейчас камере очень светло на самом деле здесь такая темнота так это нельзя посмотреть да хотя женщина как-то сидит не знаю даже армянском как в прошлый раз не сказали очень похожий так давайте все-таки попробую вам камерой выехать и показать его очень долго мы шли и вот это очень большой долг я могу сюда пробраться а а а а а а Вот метрополит. Андрей Шептицкий. Здесь можно посмотреть. Ой-ой. А куда это? Да, я же верну. Держи. Я не пойду. Ну, пошли. Так, мы с вами пойдем, чтобы посмотреть все. Ой, прохладненько. Вот они. Ой. 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 Давайте здесь посмотрим. Уже много людей, вот Андрей Шептицкий, слегобоженный прополит. Патриарх, Йосип Слепой. Ну что скажу, прохладит, страшненько, мы уже были вместе со мной. Ну, посмотришь видео, поставишь лайк. Хорошо, в обвеске. Ну что, купила за 2 гривны иконку Георгия Победеносца и свечки мы купили. Сейчас поставим. Ну, купили и это, там написано свечки, сколько хотите, сколько и давайте. Можно такие свечечки лосковые купить, а можно вот эти таблеточки. Я больше люблю лосковые. Сколько хочешь, сколько кладешь себе, денешь себе, как считаешь? Ну, храм очень популярный, много людей. На самом деле он не очень богатый. На самом деле, да, он такой простенький, небогатый. Ну, в принципе, наверное, такой божий храм и должен быть. Без всяких крутых наворотов, просто прийти и пообщаться с Богом. А мне в Петра и Павла и в Латинске понравилось. Мы вам много всего показали, сравнивайте, пишите. Будем рады вашим комментам и лайкам. Ну, как раз посмотрела могилы и открыли, помыли и открыли нам посмотреть нормально уже. Вот эта красота. У меня он очень красивый какой-то, добрый и светлый. Кстати, вот икона с мощами Святого Целителя Пантелеймона. Классно. Святой Пантелеймон-Целитель. И можно поставить свечку, кстати, что мы сделали. Коля поставили в песок и помолиться. Мы, кстати, поставили свечку, уже можно подойти посмотреть икону. Икона очень красивая и необычная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok